Артур первый раз пробует пить воду из лужи. Не надо снимать, да ты руками просто дальше упрись. Только надо поверху пить, губами не прижимайся к низу, там мох может быть, всякие микроорганизмы. Надо аккуратненько. Я преподаю Артуру индейские мастер-классы. Нормальная вода видишь, нормальная вода. В наших условиях просто сильно перебирать себе дороже. Поэтому даже сказать больше нечего. Если есть лужа и нет воды с собой другой, или ее очень мало, значит надо пить из лужи. Если нет еды и есть, например, грибы какие-то, ягоды, вот, значит надо собирать грибы, ягоды. Вот, если находишь еду какую-то, пускай просроченную двухлетней давности, собираешь еду, готовишь, варишь нормально, ничего страшного. И все. Как-то так. Дома здесь вообще, конечно, очень колоритные попадаются. Вся эта местность. И скрипят деревья, так, знаете, как будто сейчас рухнут. Кстати, мы когда выходили из Припяти на колее, ну, короче, не будем вдаваться в подробности, как мы выходили, куда. И одним словом, мы сидели там, пережидали, как бы, палево. И мы сидим, представляете, я задремал даже, потому что ночь, был где-то час ночи, пол первого, может. Мы сидим и тут, и тут бац, падает дерево. В Припяти причем где-то. Падает дерево очень громко и будет этим. Ну, типа оно рухнуло просто, поломалось. Очки поправь, рашпиль. Я хочу так идти, блин, вообще. Новые приключения, новый путь. Уже практически построил маршрут. Идти вдвое меньше, чем так, как мы шли сюда. Новые деревни, новые места. Парнишка, Афин, в поисках приключений. Я только что построил маршрут. Он вдвое короче. Это новые приключения, это новые деревни, новые места. Парнишка, да. Парнишка, да. Короче, там тип в камуфляже, на дороге. Мы его заметили. Сейчас Коля идет проверять, что там за чувак. Вот, короче, наши вещи. И самое, блин, стрёмное, это то, что мы оставили батарею солнечной на дороге. И это дикое палево, ее там сильно видно. Что? Что? ребята вот вами тактический сухарь кусок моего зуба зуб немножко не свежий уж простить но зато все как есть тактически сухарь работает ребята поделюсь с вами знаете вот что это такое то это за кирпич в деревяшке а я вам скажу что это такое это соляной камень то есть это прессованная соль вот и обычно такой соляной камень используется для того чтобы подкармливать живу короче его ложат специально вот так вот в общем братцы начинаем переправу вот такой вот брод посмотрим какой он лишь бы не намочить батарею солнечную и дно рюкзака потому что там спальник я иду на цыпочках намочил дно рюкзака нет по ерунда там у меня вроде снизу клеенка влежит как раз все вот так вот вот так вот намочил дно рюкзака лет